День добрый, дорогие друзья! Вы смотрите телеканал Современной Гуманитарной Академии. В эфире программа «Семейный доктор». Довольно часто спрашивают, ну, когда звонят по телефону там, который я даю, 369-1385 или 366-3968, им отвечают, помоги себе сам. Так помните, пожалуйста, что «Семейный доктор» это не аналог, а как бы вот адаптированный вариант для Современной Гуманитарной Академии программы «Помоги себе сам», которая уже, так сказать, в эфире телевизионном существует больше 15 лет. Так вот, именно поэтому люди, которые снимают трубку и отвечают вам, они говорят программу «Помоги себе сам». Не пугайтесь, пожалуйста, вы попадаете туда, где вся информация по тем программам, которые идут на телеканале Современной Гуманитарной Академии, они, так сказать, вполне правомочны ответить на любой из ваших вопросов. Так что имейте это, пожалуйста, в виду. Я напоминаю, что телефон прямого эфира сюда, в студию, с тем, что мы могли как-то с вами решить ваши проблемы – 727-12-49. И напоминаю вам еще один телефон – 727-12-92. Это телефон, по которому мне бы очень хотелось, чтобы вы звонили до эфира. Почему это так? Почему я обращаю ваше внимание на этот телефон? Потому что вот конкретика какая-то, которую вам надо решить, там, что такое скипидарная эмульсия, или что такое фитоэкстракты скипидарные, или какие такие пищевые добавки мы используем, это вам ответит по телефону 369-13-85 или 366-13-39-68. Но почему я прошу звонить по телефону 727-12-92? Понимаете, это дает мне возможность выбирать наиболее, скажем так, важные на сегодня темы для наших с вами бесед. Вот я хотел бы обратить внимание ваше на экран монитора, который вот за мной. Вот мне кажется, что вот та картиночка, вот этот потрясающий цветной лук, вот я такие луга, это степь, я такие луга видел в жизни, и они производят совершенно удивительное впечатление какого-то разнообразия и единства одновременно. Вот этот лук – это такой своеобразный образ и нашего с вами организма, и всех процессов, которые протекают в нем, в организме. Потому что все едино, все красиво, все четко, все понятно, где каждая звенушка, вот эти маки и ковыль, вот этот потрясающий, совершенно сверкающий на солнце ковыль, они оказываются тоже соединены этой части единого целого организма. Поэтому вот в прошлой передаче, которая у нас с вами была, я начал рассказывать вам о том, что такое клетка. А маленькая, самая маленькая часть нашего с вами организма. Оказывается, тут тоже целый организм. Я вам сейчас напомню, а потом мы посмотрим, что происходит у нас дальше. Вот она, клеточка, видите? Это целый организм. Причем, посмотрите, это организм, который имеет внутри себя еще целую систему систем. Я бы вот так вот сказал. Целую систему систем. Потому что вот сама клетка с мембраной совсем. А вот посмотрите, пожалуйста, теперь здесь. А это ядро клетки. Ядро клетки. Вот центр клетки, как центр Вселенной. Вселенная, которая замыкает в себе целый мир. И вот это ядро имеет еще и ядрышко. Вот оно, смотрите. Третья система внутри вот этого целого мира. Понимаете, вот это плазма ядра, а вот это цитоплазма. То есть вот та самая жидкость, в которой находится огромное количество органелл. Вот форменных элементов клетки, которые нам очень нужны. О которых нам надо с вами помнить. Потому что клетка, вот этот потрясающий мир, это и есть настоящая, как надо сказать, лаборатория, которая производит энергостанция, которая обеспечивает нас энергией, теплом. Это то, что происходит здесь. Здесь в основном клетка дает нам электричество, чтобы по нервным проводникам бежали вот те самые необходимые, так сказать, нам импульсы нервные, которые заставляют двигаться наши пальчики, так сказать, двигаться наши мышцы. Они помогают нам, обеспечивают нас возможностью ходить, бегать, работать. Вот что такое. И все это делает вот эта маленькая система, которая включает еще кучу. Клетка, мембрана, мембрана ядра, цитоплазма, плазма ядра, ядрышка. А вот это митохондрии, это вот те самые электростанции, которые обеспечивают нам те вольты, миллионы вольт напряжения, которые имеет наш человеческий организм. Вот что ведь совершенно потрясающе. Совершенно потрясающе. Никто из нас об этом как-то не задумывается. Но это клетка. Вот представьте себе, что эта клетка находится в сообществе, в ткани, да, то есть в мышечной ткани. Это клеточка мышечной ткани и миллионы, миллиарды клеток, которые составляют эту мышечную ткань. Вот так, как будто бы вот это вот поле потрясающее, понимаете? И вот тысячи, миллионы этих миллиардов клеточек обеспечивают каждую часть, каждую часть нашего тела и нашего организма. Можно ли найти вот на эту, так сказать, потрясающую картину какой-то препарат? Пусть даже самый удивительный, пусть даже самый большой, самый сильный антибиотик, не сможет он как бы облегчить жизнь этого сообщества. Скорее всего, этот антибиотик или это лекарство усугубит эту жизнь, помогая на первом этапе, первое время, тогда, когда нужно только помочь организму справиться с той проблемой, которая у него возникла. Теперь посмотрите на следующее, что бы я очень хотел, чтобы вы увидели. Вот эту картиночку, вот эту, вот эту, пожалуйста, покажите, вот, вот эту. Вот, только чуть пообщей, если можно, ну что же вы так? Во, во, вот теперь видно. Вот посмотрите, это вот наша пищеварительная система. Иногда врачи называют это вот такое изображение гусаком. Ну, на самом деле так, смотрите, длинная шея, головка, клюв, да, и туловище. Вот оно, вот оно, гусак. А на самом-то деле это вообще, ну, ведь потрясающе. Ведь вот я только что говорил об энергетике, да, об энергетике нашего организма. О том, что наше с вами тело, наш с вами организм дает миллионы вольт. Вольт. Миллионы. Мы с вами ходячая электростанция, причем потрясающей мощности и потрясающего КПД, который еще в это искусственно не достиг никто и, трудно сказать, достигнет ли. Потому что речь, например, о термоядерном синтезе, о холодном синтезе энергии только-только идет. Есть экспериментальные какие-то установки. А мы уже с вами готовый образец термоядерной установки, которая по-настоящему-то и вырабатывает миллионы вольт, обеспечивает наши там 60-70 лет жизни бесперебойно. Вот что это такое. А вот смотрите, центром, центром вот этого потрясающего, так сказать, многообразия, вернее, потрясающей мощности нашей энергетической является вот этот гусак. Вот он. Вот посмотрите, какая штука. Вот рот. Вот мы с вами положили кусочек. Разжевали его, проглотили. Вот он, желудок. Вот он. Желудок. Все поступило сюда. Перемололся, обработалось соляной кислотой. И вот сразу возникает вопрос потрясающий. Вы представьте себе, что вот этот вот орган наш, полый орган, да, вот он. Вот он, желудочек наш. Он какой маленький-то. И вспомните, сколько мы в этот желудочек пихаем. Пихаем ведь по-настоящему. Это просто заливаем туда целый день. Целый день. И куски, и воду, и кока-колу, и пепси-колу, и керосин, и еще чуть бог знает что. Вытравливая его, а он не вытравливается. Смотрите, какой запас. Запас у каждого органа нашего, у каждого. Смотрите вот сюда. Снова, так сказать, вот такой вот этот желудочек. Ведь посмотрите. Вот здесь, по сути, содержимое желудка нашего, да, это соляная кислота. То есть это кислоты. Это вот в свое время дало, как бы, не то что право, а такую возможность академику, народному академику Борису Болотову предложить такой вариант. Вот для того, чтобы обеспечить некоторую, так сказать, активность, защитную активность нашего организма, он предложил после еды съедать немножко или выпивать там разбавленные, скажем, серники, даже вплоть до серной кислоты. То есть немножко выпивать кислоты. Тем самым увеличивая активность пищеварительных соков. Вот чего, на мой взгляд, делать совершенно нельзя и не нужно. Потому что одно дело соляная кислота, другое дело, скажем, смесь серной кислоты с соляной кислотой, царская водка. Поэтому дырка-то в стенке желудка может возникнуть совершенно безошибочно и очень быстро. Но дело опять не в этом. Вот понимаете, вот говорят, повышенная кислотность желудка. То есть вот здесь вот слишком много кислоты. А вот слишком много кислоты здесь не бывает. Слишком много кислоты бывает только в одном случае. Вот здесь вот, вот здесь вот, для того, чтобы было понятно. Да, вот это двенадцатиперстная кишка. Вот здесь вот в этой части находится сфинктер, который вот так сжат, прочно, дверь закрыта. Вот этот сфинктер еще называется привратником. Привратником. Так вот, в нужный момент, когда здесь скапливается, так сказать, достаточно большое количество пищи, уже обработанной соляной кислотой, привратничек открывается, и вот содержимое желудка переходит в двенадцатиперстную кишку. А вот печень. Печень, которая внимательно следит за тем, что происходит здесь. И в нужный момент, когда открывается этот привратничек, из печени, из желчного пузыря, вот он. Вот он, желчный пузырь наш, маленький такой вот, зелененький, торчит. И вот это проток, который называется холедо. Холедо. От печени, из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку. Открывается привратничек, содержимое желудка пошло в двенадцатиперстную кишку, и тут же впрыскивается желчь. Вот через холедо. Желчный пузырь сокращается и сбрасывает желчь сюда, в двенадцатиперстную кишку. И начинается процесс дальнейшего расщепления пищи, расщепления пищи и синтеза необходимых, так сказать, необходимых нам вещей. Но пищеварение происходит не здесь. Оно происходит в тонком кишечнике, вот здесь. Вот он. Понимаете? А каким образом из двенадцатиперстной кишки пищи, вот этот пищевой комок, поступает в тонкий кишечник? А очень просто. Двенадцатиперстную кишку, ее здесь, к сожалению, не видно, поэтому представьте себе, как такую тоненькую перемычечку. Есть тощая кишка, которая соединяет двенадцатиперстную с тонким кишечником. Вот таким вот образом это происходит. Так вот, если привратник плохо открывается или закрывается, не работает, как говорят, грязный, на нем нависло мусора много, оставшегося, так сказать, от того, что мы с вами съедаем, или он потерял тонус свой, или, так сказать, какой-то воспалительный процесс происходит. И заброс желчи происходит не только сюда, в двенадцатиперстную кишку, но и в желудок, вот когда возникает вот это чувство изжоги, изжоги. Потому что желчь, будучи щелочной по реакции своей, а не кислой, как вот желудочный сок, вступает в реакцию, как бы гасит активность желудочного сока и становится, извините, такой врагом слизистой желудочно-кишечного тракта. Это значит, что щелочь может разъедать слизистую желудочно-кишечного тракта, потому что слизистая желудка устойчива против кислот, но неустойчива по поводу желчи. Мало того, ведь эта вот желчь, она не единственная, так сказать, то, что вбрасывается во время пищеварительного цикла, вбрасывается в двенадцатиперстную кишку. Не единственная. Вот здесь, вот здесь под желудком, вот она, вот она, видите? Вот так довольно сложно, конечно, но постарайтесь все-таки разглядеть, извините. Да, вот между двенадцатиперстной кишкой и прямо под желудком находится железа. Она довольно большая, объемная такая, там, так сказать, сантиметры. Это поджелудочная железа или панкреотис. Вот она, вот она, вот она, вот она. Спасибо большое, вы сейчас увеличили, вот она. Вот видно эту прослойку сейчас, да. Вот панкреатическая железа или поджелудочная железа. Так вот в том месте, в двенадцатиперстную кишку, вот здесь называется местечко фатеров сосок. Одновременно, одновременно, рядышком, в тот момент, когда желудок сбросил пищевой комок в двенадцатиперстную кишку, в двенадцатиперстную впрыскивается желчь и сок поджелудочной железы, панкреатический сок. Он в этом же месте, буквально только с задней стеночки, здесь не видно, с задней стеночки, впрыскивается в двенадцатиперстную кишку. Вот когда начинается настоящая работа здесь, когда усилие печени, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, в которой огромное количество ферментов, сама слизистая двенадцатиперстная отдаёт, и желудок, вот как бы все эти усилия объединяются в едином порыве. И тогда-то наш организм и получает, я вам даже скажу такое слово, удовольствие от того, как он работает. Потрясающе слаженно работает. Вот это самое главное, понимаете? Потому что вот здесь вот тогда и появляется то невероятное совершенно, вот здесь, вот тут, вот в двенадцатиперстной кишке, вот здесь, вот в таком маленьком, казалось бы, да, участочке нашего организма, появляется невероятное многообразие. Тут и ферменты, и микромакроэлементы, и витамины, и белки, и углеводы, всё. Но которые как бы раскладываются по необходимостям. Необходимостям. А что такое необходимость в этой ситуации? Это значит, вот этот макроэлемент, его не достаёт, он должен сразу впитаться. Вот этого макроэлемента много, поэтому надо его, так сказать, как-то закамуфлировать и убрать туда, с тем, чтобы он ушёл из организма. Это всё происходит здесь, в двенадцатиперстной кишке. При абсолютном участии, пожалуйста, обратите на это внимание, при абсолютном участии сразу и желудка, и печени, и двенадцатиперстной кишки, и поджелудочной железы. Понимаете? При одновременном, синхронном, абсолютном участии. Именно поэтому нельзя лечить или вмешиваться в жизнь просто так желудка, или отдельно лечить печень, или убирать без нужды, убирать желчный пузырь, или, так сказать, понимаете, вот эти изменения, которые могут происходить в поджелудке. Нужно заниматься всем вот этим участком, а лучше всем пищеварительным трактом, только тогда мы сможем получить ценный результат. Только тогда мы можем с вами прийти к здоровью, а не к тому, что мы, так сказать, вот этот перекос при болезни желудка, или печени, или поджелудочной железы, и двенадцатиперстной кишки, перекос в слаженности работы организма получили, с тем, чтобы не усилить его, надо просто помочь им прийти в порядок. Алло, я слушаю. Алло. Алло. Да. Добрый день. День добрый. Это вас беспокоит Сашкабада. Да. Вот как раз по этому вопросу у меня язва луковицы двенадцатиперстной кишки. Да. Уже двадцать лет. Да. Вот. Вот этот вопрос у меня интересует. И еще сопутствующий. Про латкин сто раз выше. Да. Вот диагноз, который мне надо восстановить. Вы говорите, что у вас язва двенадцатиперстная двадцать лет? Да. А как это так могло случиться? Как вы думаете, почему это двадцать лет, вы не можете вылечить язву двенадцатиперстной кишки, хотя ее можно вылечить за две недели. А вот она рубцуется, а потом... Открывается снова. Да. И вот так вот все двадцать лет. Да. А что говорит ваш доктор? Ну, операцию предлагал последний раз, но я отказалась. А как вы считаете сами, операция поможет в этой ситуации? Нет. Вот там вся вещь. Я прошу прощения, как вас зовут? Светлана. А отчество? Леонидовна. Светлана Леонидовна, здесь нужно сделать вот такую вот штуку. Вы сможете это сделать? Это несложно. А значит, вам... А что вы скажете, все буду делать. Я понимаю, да, дело не в этом. Я объясню вам, почему это нужно. Понимаете, вот сейчас, вы знаете, Светлана Леонидовна, вы можете уйти сейчас с телефона, я просто расскажу, что в этой ситуации конкретной. Нужно было бы сделать, отталкиваясь прямо вот от этой графики, которая есть. Это будут как бы рекомендации для вас. Что бы я сделал первое? Что бы я сделал для, так сказать, того, чтобы изменить вот ту ситуацию, которая возникла у Светланы Леонидовны? Значит, смотрите, пожалуйста. Вот наш кишечник. Вот он, вот он, вот он. Вот желудочек. Вот двенадцатиперстная кишка. Вот здесь, вот в этом месте, где-то, язвочка у Светланы Леонидовны. Язва. Которая периодически то открывается, то закрывается. То есть, это то и называется, то ремиссия, то обострение, то ремиссия, то обострение. Как нам здесь быть? Нам нужно свести воедино усилия двух органов. Поджелудочные железы и печени. Поджелудочные железы и печени, желудка и двенадцатиперстной кишки. Причем при этом нам надо с вами подумать о том, чтобы в желудке обязательно у нас была кислая среда, и чтобы, так сказать, вот в двенадцатиперстной кишке у нас была щелочная среда, так как положено. То есть, вот привратничек должен начать нормально работать. Что для этого нужно сделать? Сократить, резко сократить, даже если мне Светлана Леонидовна сейчас бы сказала о том, что, так сказать, у нее и так, так сказать, она ест немного, резко сократить количество еды. Количество еды. Да, качество может остаться тоже. Исключить, что нужно из еды. Обязательно. Нужно исключить жареное. А в Ашхабаде, в Туркмении, я так полагаю, что, так сказать, жареное, конечно, достаточно много любит. Хорошо. И острую пищу. Пряности убирать не надо из пищи. А вот острые приправы надо, безусловно, убрать. Это связано просто с реактивностью слизистых двенадцатиперстной кишки, реактивности панкреатической железы и печени, желчного пузыря. Это, безусловно, сократить. Надо убрать майонез и убрать жирную сметану из этого самого. Обязательно. Что необходимо начать делать сегодня? После сегодняшнего дня буквально Светлане Леонидовне нужно начинать пить чистую воду. Чистую воду. Причем каждый день добавляя по стакану. В день надо выпивать двенадцать стаканов чистой воды. Не кипяченой, чистой, отфильтрованной, отстоянной, подогретой. Какой-то талой лучше всего. Но пить до двенадцати стаканов воды в день. Вот в тот момент, когда Светлана Леонидовна дойдет до этих двенадцати стаканов в день, как ни странно, у нее привратник начнет работать лучше. Вот эта преграда между желудком и двенадцати перстной кишкой, вот этой, она как бы будет работать лучше, закрываться будет лучше. Лучше разделять процессы, которые там, давая возможность печени и поджелудочной железе начать сотрудничать с двенадцати перстной кишкой. Вот это произойдет обязательно только от воды. Мало того, что сразу же, так сказать, вот эта ситуация изменит состояние лучше. Вообще, целиком пищеварительный тракт будет работать намного лучше. Что нужно сделать еще? Конечно, я очень бы посоветовал Светлане Леонидовне провести десять дней, первых десять дней, на относительном, так сказать, голоде. Прямо вот, как называется, сразу, как только Светлана Леонидовна на фоне вот сокращенной такой вот еды дойдет до десяти-двенадцати стаканов в день воды чистой, выпивать нужно, то вот с этого момента провести десять дней до относительного голода, что я имею в виду. Либо она пьет десять дней подряд воду, ничего, ни мяса никаких, там этого, вот этого ничего нельзя есть. А можно идеально, если в это время Светлана Леонидовна пропьет полифит-М по три чайных ложки в день, больше ничего. Только вода и только полифит-М. Десять дней, десять дней. Эффект просто замечательный будет, она заметит, так сказать, на этот счет. Причем я сейчас говорю это уже не потому, что мне так кажется, а я говорю уже по практике, по той самой практике, которая существует у наших телезрителей. Понимаете, через десять дней язвы у нее не будет. Привратник будет работать очень хорошо. Очень неплохо себя будет чувствовать поджелудочной, для которой голод, это вообще потрясающее лекарство. Она просто начнет набирать силы. Соответственно, очень-очень-очень неплохо поведет себя желчный пузырь. Даже если у Светланы Леонидовны присутствует калькулезный холецистит, что вполне возможно при вот такой вот перемежающей язвенности 12-перстной кишки. Но самое поразительное в том, что, как мне кажется, у Светланы Леонидовны не работает, вот не очень хорошо, прямо скажем, работает в этой системе, если исходить. Вот толстый кишечник, вот он. Потому что вот синтез лекарств, препаратов, там необходимых нам аминокислот, белков, соединений биологически активных, которые обеспечивает себя сам организм, он происходит вот здесь, в толстом кишечнике. А вот здесь вот, в толстом кишечнике, в толстом, вот он, восходящая поперечно-ободочная, нисходящая толстая кишка, это там, где заканчивается пищеварение, где формируется вот тот самый хлам, который должен быть удален из организма. Так вот, именно в толстом-то кишечнике и живут очень важные для нас микроорганизмы, которые способствуют этому процессу, раз, и от жизнедеятельности которой невероятно зависит наш иммунный статус, защитный статус. Так вот, и состояние толстого кишечника будет резко меняться, вот этого, вот восходящая поперечно-ободочная, нисходящая, резко меняться в лучшую сторону. Будут создаваться условия в силу возникающего равновесия. У нас равновесие между кислотностью, да, по кислотностью, по отделам. Она должна быть в среднем по кишечнику слабо-щелочной. Значит, смотрите, начал работать привратник, мы отделили кислоту, пошла двенадцатиперстная кишка, тут в основном у нас с вами щелочная реакция, тощая кишка, тонкий кишечник, это слабо-кислая, слабо-кислая. И толстый кишечник вот здесь, она, так сказать, бывает в зависимости от содержимого, вот слабо-кислой, вообще должна быть слабо-кислой. Понимаете? Таким образом, вот мы будем создавать условия для восстановления собственной микрофлоры. Понимаете? А продукты жизнедеятельности, бифидо- и лактобактерии, которые живут как раз в толстом кишечнике, и есть необходимость для существования нашей защитной системы. Так что вот для Светланы Леонидовны программа такая. Дойти, довести питье чистой воды, воды до 12 стаканов, так провести 10 дней голод и дальше цикл скепидарных ванн. Вот и будете здоровы, Светлана Леонидовна. А сейчас, как всегда, дорогие друзья, здоровья желает вам программа «Семейный доктор». До встречи сегодня в 19.40 по московскому времени. Я буду вечером отвечать на ваши вопросы обязательно. Ну, до свидания.